В эфире информационная служба Устилимская телерадиокомпания и вы смотрите программу «Северный город». С выпуском новостей Мария Курчатова. Здравствуйте. Смотрите далее. Чем оборачивается беспечность продавцов? Три устилимских медработников удостойны губернаторской премии. Вопросы летнего отдыха обсуждали на областной видеоконференции. В Краевическом музее откроется зал трудовой славы. 3 июля работники государственной автоинспекции отмечают профессиональный праздник. При выполнении своих служебных обязанностей порой люди бывают беспечны и невнимательно относятся к материальным ценностям, за которые несут ответственность. Чем нередко пользуются правонарушители. Примером тому служат продавцы продуктовых магазинов. Иногда они своей доверчивостью провоцируют такие ситуации, при которых воришки открыто похищают товар. Работнику торговой точки в таком случае остается только развести руками и вызвать полицию. Во избежание подобных случаев инспектор Устилимского отдела вневедомственной охраны Виталий Кайсаров обращается ко всем работникам магазинов. От лица межмуниципального отдела, отдела вневедомственной охраны города Устилимска обратиться к работникам сферы торговли, чтобы они были внимательны, не позволяли совершаться подобным вещам. Они смотрели за тем, что происходит в магазинах, запоминали людей, которые ведут себя, так скажем, подозрительно. Если случаются подобные инциденты, то хотелось бы попросить, чтобы они внимательно разглядывали правонарушителей, запоминали мелкие детали, запоминали, кто еще был в магазине, кроме них. Постараться, чтобы звонок в полицию, либо вызов наряда охраны был как можно быстрее, чтобы время не затягивалось, потому что это очень усложняет поиски дальнейшие. Если у продавцов есть какие-то средства охраны, частных охранных предприятий, отдела вневедомственной охраны, хотелось бы, чтобы они были всегда у них под рукой. Устилимский суд удовлетворил иск сестер умершей женщины, чей труп был поврежден грызунами в помещении городского морга. Требования о компенсации морального вреда ИСЦ адресовали Иркутскому областному бюро судебно-медицинской экспертизы. В ходе судебного разбирательства заявители пояснили, что в феврале этого года умерла их сестра. При получении трупа в морге они обнаружили, что лицо и конечности покойные повреждены грызунами. Это происшествие причинило женщинам нравственные страдания. Одна из них после увиденного была вынуждена обратиться за помощью к врачу-психотерапевту. Ответчик исковые требования не признал. Суд, изучив представленные доказательства, удовлетворил требования о компенсации морального вреда. Решение еще не вступило в законную силу. В следственном управлении Иркутской области круглосуточно работает телефон доверия, по которому можно сообщать о противоправных деяниях, а также иные сведения, представляющие интерес для следственных органов. Заявитель при желании сможет получить ответ по существу своего обращения, сообщив номер контактного телефона или почтовый адрес. Безотлагательному докладу руководителю следственного управления подлежат сообщения о коррупционных проявлениях со стороны сотрудников следственного комитета, либо о их недостойном поведении. Номер телефона доверия 204654, код города 3952. Недавно в честь профессионального праздника медицинских работников в Иркутске состоялось награждение представителей сферы здравоохранения. Губернаторскую премию получили лучшие врачи и медицинские сестры региона. Среди них трое устилимцев. Далее в сюжете. За высокие достижения в профессиональной деятельности 75 медработников учреждения здравоохранения при Ангаре были отмечены премии губернатора. Сумма единовременной выплаты составляет 150 тысяч рублей для врачей и 65 тысяч для среднего медицинского персонала. Победителей определял специальный совет, в состав которого вошли представители правительства Иркутской области, регионального министерства здравоохранения, медицинских образовательных организаций области. В этом году в оргкомитет конкурса поступило 166 заявок от врачей и 213 от представителей среднего медицинского персонала. Победителями признаны 25 врачей и 50 средних медработников. В число лучших вошли три устилимских медика. В этом году из пяти поданных на данную номинацию, внутри поликлиники было отобрано три человека. На уровне Министерства здравоохранения Иркутской области прошло два человека. Это замечательная цифра из трех-два. Этими счастливчиками стали врач-отоларинголог Людмила Ситникова и фельдшер кабинета медосмотра декретивной группы Татьяна Гуминых. Но самое главное не 150 тысяч и не 65 тысяч рублей, а то общественное признание, то признание правительства Иркутской области, та высокая оценка их труда, которая подтвердила наши комиссионные решения по выдвижению данных кандидатов на премию губернатора. Людмила Ситникова – женщина, которая на протяжении почти полувека работает в медицине. Она признается, что большое удовлетворение от своей работы получает тогда, когда выздоравливают ее пациенты. Моя трудовая деятельность в медицине – это уже на протяжении 45 лет. Конечно, путь долгий, путь долгий. Почему я пошла в медицинский? У меня как-то в детстве болело ухо. И поэтому я сказала, что буду врачом, буду лечить, и никто никогда не будет болеть. Специальность врача, врача как отоларинголога, мне очень нравится. Впервые за 45-летний стаж работы она получила губернаторскую премию. Этот факт в ее жизни, безусловно, для нее очень важен. Я очень рада, очень рада, что был оценен мой труд, мои знания, мои умения. И поэтому слов, конечно, нет, чтобы выразить вот эту, так сказать, радость. По эмоциям Людмилы Ситниковой все понятно и без слов, насколько для нее это важно. Первая награда такого уровня вдвойне приятна и значима. Несмотря на возраст, врач признается, что хочется и дальше познавать что-то новое, работать и работать. Фельдшер декретивной группы отделения медицинской профилактики Татьяна Гуминых более 38 лет работает в здравоохранении. С 1976 года в Устилимской медицине. Я очень люблю свою работу, мне нравится моя работа и хотелось бы и дальше работать по этой специальности. В этом году поликлиника выдвинула меня на губернаторскую премию. Очень приятно, неожиданно. И когда я узнала, что я являюсь победителем этой губернаторской премии, мне было очень приятно, что Министерство здравоохранения оценило, очень высоко оценило мой труд. Очень долго я к этому шла и почти к 40 годам моего трудового стажа мой труд оценен. Как говорит Татьяна Андреевна, церемония награждения – очень важное событие в ее судьбе. И оно навсегда останется в памяти. Премия теперь обязывает трудиться с еще большей отдачей. Вместе с медработниками второй городской поликлиники этой высокой награды также удостоена и медсестра центральной городской больницы Людмила Милюкова. Конечно, приятно работать в учреждении, где не успокоенный коллектив, где коллектив творческий, жадный до знаний, жадный до изучения нового в медицине. Потому что на сегодня, не изучая процесс медицинский, не изучая новости здравоохранения, очень сложно работать. Тем более, приятно втройне, когда наших людей оцениваем не только мы, но и правительство Иркутской области. Анна Ефремова, Александр Килин, информационная программа «Северный город». На днях в администрации города состоялась областная видеоконференция на тему летней оздоровительной кампании. В онлайн-общении с городами региона участвовали первый заместитель председателя правительства Приангария Валентина Бубликова, главный санитарный врач региона, представители МЧС, управления социального развития, здравоохранения, образования, правоохранительных структур. На совещание побывала директор детского оздоровительного лагеря, курорта «Русь» Елена Харунжей. Подводились итоги первого сезона по всей области. Проводился анализ деятельности всех оздоровительных комиссий всей области. То есть все комиссии отчитывались, ну, соответственно, там, где были какие-то проблемы, эти отчитывались персонально. Дали поручение усилить контроль, потому что, ну, к сожалению, мы услышали, да, про то, что дети, девочка утонула из интерната. Эти оздоровительные комиссии, они, естественно, работают. В этом году было принято решение, что все члены правительства Иркутской области будут, они их распределили по городам и территориям, вот нас будет проверять министр имущественных отношений. То есть мы стоим в плане, и в любое время дня и ночи он может приехать, проверить, пересчитать детей, посмотреть, как мы работаем. Вы смотрите информационную программу «Северный город». Продолжаем выпуск. В городском краеведческом музее грядут перемены. Здесь началась реализация крупного проекта – создание зала трудовой славы «Устилимска». Кто готов оказать материальную помощь и какие работы будут проводиться, расскажет директор музея Наталья Мишалкина. На ремонт этого зала выделены денежки из народных инициатив, так называемого народного бюджета. Ну и вот буквально на торге уже данный проект выдвинут, муниципальный заказ такой. И я думаю, что через неделю мы подпишем с кем-то договор и приступим к ремонту. Это первая часть. Следующий раздел – это «Устилимская ГЭС». Дай бог, к декабрю мы тоже все успеем этот раздел сделать, поскольку «Устилимская ГЭС», вообще «Иркутская Энерго», нас тоже финансируют, и мы уже приобрели очень интересные технические средства. Это очень большой проект, он даже не одного года. Рассчитан он у нас на три года. Я хотела бы сегодня искренне сказать всем огромное спасибо за ту поддержку, которая существует в течение 20 лет жизни нашего музея. И нам действительно помогает. Если все пойдет так, как мы предполагаем, в декабре первый раздел уже будет у нас открыт. 3 июля работники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник. Первые регулировщики их дорожного движения появились в Москве еще в начале прошлого века. Тогда эту роль могли выполнять дворники. В 1919 году в Москве была образована первая автоинспекция при авточасти транспортного отдела Моссовета. В 20-х годах уличная дорожная сеть начала активно развиваться, и в 1925 году в Москве появился отдел по регулированию дорожного движения. А 3 июля 1936 года была образована Государственная автомобильная инспекция МВД СССР. С профессиональным праздником поздравляет своих коллег инспектор ДПС ГИБДД Межмуниципального отдела МВД Устилимский Игорь Аксененко. От себя лично и от руководства ГИБДД города Устилимска поздравляю всех с насосывающим праздником, желаю успехов, здоровья, благополучия семейного. Я и мои коллеги присоединяемся к вышесказанному. Отличного продолжения дня. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин